Мультикультурализм Меркель призналась, что эта идея не прижилась, не оправдала себя в Европе. Вы написали исследование, которое вызвало резонанс, было опубликовано в российских СМИ о том, как раз, что эта идея не прижилась и потерпела крах. А что это вообще за явление? Многие о нем, наверное, не знают, хотя в этом живут. — Это, во-первых, очень сложное слово, трудно выговаривая ему е. Можно говорить поликультурализм, многокультурность, но в научную литературу вошло это понятие как мультикультурализм. Что это за теория? — Теория появилась в 70-х годах прошлого века в Северной Америке, в частности, в Канаде, там, где всегда существовала проблема франко-канадцев и англо-канадцев, проблема сосуществования двух разных социокультурных, этнических общностей. И в Канаде и в Австралии в теоретическом плане вот эта концепция была прекрасно разработана еще в 70-х годах. В 90-х годах прошлого века теория мультикультурализма стала бешено популярной. Бешено популярной и в Европе, и в России, когда у нас начался период перестройки. То есть мы восприняли вот эту теорию просто как руководство к действию. В чем суть теории? — Еще я должна отметить, что у этой теории очень много контекстуальных оттенков в зависимости от того, по отношению к кому она применяется. Там есть разные особенности, вплоть до того, что даже секс-меньшинства считают себя тоже отдельной культурой и тоже на себя примерили эту концепцию. Мы будем говорить только об одном аспекте этой теории — о иммиграционных процессах, о иммигрантских сообществах и о принимающем государстве. О государстве, куда вот эти иммигранты пребывают. То есть только один аспект этой теории мы будем вот сегодня с вами рассматривать. — То есть одна культура внедряется, приходит к другой культуре, и как они между собой ладят, не ладят, в какие иммиграции вступают? — Да, только этот аспект. Я заранее оговорюсь, потому что меня могут упрекнуть, что теория многозначна, много контекстуальна. Мы берем только вот этот аспект. Почему в 90-е годы приобрела особую популярность эта теория? Потому что именно к концу XX века миграционные процессы активизировались во всем мире. Массы народу переселялись из одного континента в другой, из одного государства в другой. И считалось, что много культурности, смешения культур не избежать, что это абсолютная неизбежность. Да, с этим можно согласиться, разумеется. Далее, следующим шагом теоретическим было, что в конце XX века единые нации и государства уйдут в прошлое. Они просто исчезнут с лица земли, и на их месте образуется конгломерат различных сообществ, представляющих различные культуры. То есть эдакие мозаичные образования различных культур, различных сообществ, различных этносов, носителей этих культур, которые будут толерантно относиться друг к другу. То есть не будет единой базовой культуры. Понятие базовой культура тоже было изъято из оборота социальных наук. То есть не будет единой нации и государства, не будет единой базовой культуры, а будет конгломерат сообществ с разной культурой. Эдакая мозаика. Вот это, собственно говоря, основа этой теории. Ну, там дальше есть оттенки, вариации, о которых я не буду говорить. В научном сообществе отношение к этой теории было полярным. Были полностью стопроцентные сторонники, которые поддерживали эту теорию. Были такие же полные противники. То есть вот разброс трактовок, разброс мнений был самый разный, очень вариативный. А у них мнения основывались на каких-то исследованиях или на интуиции, что приживется, не приживется? Может быть, даже важнее всего был, опять же, политический заказ. То есть идея глобализации, идея уничтожения национальных государств. И поэтому надо было думать в этом русле, что не будет национальных государств, будет всеобщая толерантность. Это было вообще главным словом тогда и в политике, и в социальных науках. Расцветут все цветы. Да, 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 да. И все будут равноправны, равнопредставленны и толерантны относиться друг к другу. Дальше идут 90-е годы, начинаются 2000-е годы. Что происходит? То есть уже мы можем увидеть реальные результаты того, реализуется эта теория, или же она становится очередной утопией. В скандинавских странах группа ученых уже в противовес концепции мультикультурализма оформляет концепцию социокультурной безопасности страны. Что это такое? Они говорят о том, что должен быть какой-то предел модификационной нагрузки на базовую культуру. Что нельзя бесконечно размывать язык, идентичность, традиции, ценности, нормы. Что есть какой-то предел модификационной нагрузки на базовые составляющие государства. То есть именно под влиянием иммиграции в скандинавские страны увидели, что их культура рушится. Они увидели реальные результаты. Далее, если мы берем Западную Европу. Во Франции, когда они в период промышленного подъема в 60-70-е годы приглашали многих иммигрантов, первые волны еще ассимилировались. Они старались изучать язык, перенимать французскую культуру. Дети ходили во французские школы. Этот процесс совершенно прекратился уже в последующие годы. То же самое в Германии. Чем вызвано в 2010 году это выступление Ангела Меркель, о котором вы сейчас упомянули? Чтобы канцлер-политик, такой осторожный политик, публично выступила против вот этого тезиса мультикультурализма, который является просто кредо либеральной общественности, надо было иметь очень серьезное основание. То есть Ангела Меркель говорит, что мы получили миллионы чужаков, мы получили миллионы людей, которые не хотят знать немецкий язык, не хотят приспосабливаться к нашей культуре. Она подвергла критике изменения в системе образования Германии. Появление национальных школ считалось прогрессивным явлением. Скажем, турецкие дети ходят в турецкую школу. Они изучают предметы на турецком языке. У них нет абсолютно... В Германии? В Германии. Турки, живущие в Германии. Турецкое сообщество, живущее в Германии. Уже второе поколение эмигрантов, дети тех эмигрантов, которые приехали в конце XX века. Дети ходят в турецкую школу, они смотрят по спутниковому телевидению турецкие фильмы, они разговаривают на турецком языке, они находятся в своем локальном замкнутом сообществе и пожизненно получают немецкие социальные пособия, на которые можно нормально жить. То есть, что в результате? У них нет никакого стимула к адаптации, к ассимиляции, никакого стимула. У них созданы все условия. Далее. У них нет возможности использовать свое образование как социальный лифт для того, чтобы найти хорошую работу. То есть, их локализация, их замкнутость становится из какой-то временной, становится постоянной. Они находятся абсолютно в таком в изолированном анклаве. То есть, вот именно немецкие исследователи и политики вслед за ними тоже подчеркнули вот эти особенности, что признание какой-то культурной особости ведет за собой выдвижение новых и новых требований, социальных, политических. Этническим меньшинствам на территории европейских государств даются привилегии, льготы, квоты на поступление в вузы, на поступление на работу. То есть, получается, что у них больше возможностей и прав, и каких-то преференций, чем у коренного населения. Именно. Они имеют весь пакет, который имеет коренное население, плюс еще то, что... Именно. То есть, вывод какой? Что льготы слабым — это есть дискриминация сильным. Льготы меньшинством, преференции меньшинством — это дискриминация большинства. То есть, вопреки интересам большинства, за счет большинства решаются проблемы меньшинств, в данном случае этнических культурных меньшинств. Вот эта проблема чрезвычайно серьезная, и ее наконец-то решились озвучить. Озвучить, по крайней мере. Озвучить, да. Не только ученые, они писали об этом и раньше, но уже и политики. То есть, если политики на это решились, значит, уже проблема осознанна на самом высшем уровне. То же самое можно привести в высказывание Кэмеронова ситуации в Англии. То же самое французские политики. То есть, не может нация, государство не разрушиться под влиянием существования абсолютно отдельно автономных, не вписанных ни в какие системы, ни в культурные, ни в бытовые, ни в социальные, каких-то анклавов. Что это прямой путь к распаду государства. Но ведь еще традиции культурные, в том числе, или бытовые, они же исходят из того, какие были здесь условия существования народа. Многовеково они создавали те условия и в итоге рождались те традиции, которые вот на этой территории этот народ культивирует. А когда приходят народы из других со своими, которые у них там были, это может быть даже и какой-то отчасти яд для общества. То есть, я не говорю, что они там отравят, но в какой-то части это может войти в противоречие. И ведь парадокс в том, что если, например, те же немцы со своей культурой приедут в какие-то страны, где очень пуританское общество, и они выйдут просто-напросто без головного убора девушкой или в мини, как она у себя в стране, они, конечно, могут там до побиения камнями подвернуться. А здесь то же самое, значит, то, что приносите вы, не просто это должно быть принято, но и этому должны быть какие-то преференции. Тогда здесь противоречия и обиды у коренного населения естественным образом возникают. Ну вот идея толерантности, она главенствующая в Европе, поэтому считается, что вот именно Европа должна толерантно принимать все и создавать им все условия. на Востоке, таких этого слова они не знают, там они считают, что... Его легко выучить, но применить к себе они не знают. А предложила ли Меркель какие-то выходы, и Кэмерон предложили ли они выходы из этой ситуации, что это или меньше принимается, или заставлять их адаптироваться, или не давать преференции? Ну там постоянно делаются все более и более строгие миграционные законы, это делается. Но уже изменить ситуацию коренным образом они не в состоянии, потому что на их территории уже третье поколение мигрантов. И они уже находятся в таком количестве, что действительно вот радикально изменить ситуацию уже нельзя. Возьмите Лондон, где уже рожденные в Лондоне юноши становятся террористами. Последние события. Они великолепно говорят даже... Даже граждане. Они граждане, да, они граждане, они великолепно говорят по-английски, там может быть с легким акцентом. Но они все равно используются для вербовки террористическими структурами. То есть уже вот разрулить ситуацию им, европейцам, западноевропейцам крайне сложно. Почему очень важно нам это изучать? В социологии вообще эксперимент провести это трудно. Это почти невозможно. Почти невозможно. Как в истории. Здесь мы можем отнестись к этому как к реальному социальному эксперименту. Поскольку в Западной Европе эти процессы начались с 60-х годов прошлого века, на 50 лет раньше, чем у нас, мы можем проследить все эти тенденции. Мы можем увидеть, во что превращается неконтролируемая, хотя у них никогда она не была неконтролируемая. Она у них всегда была, миграция всегда была в законодательной рамке заключена. Просто были рамки более либеральные, более произвольные. Сейчас они ужесточаются. То есть к чему приводит масштабная миграция, когда инокультурные, иноэтничные сообщества вливаются в государства со старой устоявшейся, сформировавшейся культурой? К чему это приводит? То есть мы можем это наблюдать. Но, к сожалению, в России в 90-е годы, в период нашей перестройки, точно так же вот эта теория мультикультурализма была взята на вооружение при реформировании России. То есть точно так же у нас изъято из оборота было понятие базовая культура, государство, образующий этнос. Эти понятия считались не политкорректными. Говорить это было неприлично просто, писать это было тоже неприлично. Если мы употребляли эти понятия, то мы были как бы вот маргиналами. Я помню даже один деятель, одна деятельница, предложила изъять из оборота слово русский, как русский язык и вообще, потому что это тоже оскорбляет какие-то малые народы. В 90-е годы вы абсолютно... Это впло до того, что не то, что толерантность, а вот слово русский не употребляет. Это одна деятельница произносила, но это реально было в науке. То есть слово русский было тоже изъято из научного оборота. Мы не могли писать о проблемах русских, о том, что у русских тоже есть реальные проблемы, которые надо решать. И если в стране сейчас 119 миллионов русских из 140, и они идентифицируют себя в большей степени с государством, если вы изучаете идентичность различных этнических групп, то именно русские больше всего идентифицируют себя с государством, со страной, с Россией. Другие этнические группы с этнической группой. То есть если мы не будем работать именно с русским населением и укреплять его государственную идентичность, то кто тогда будет себя идентифицировать со страной, если это 79% населения? Понимаете? Но в 90-е годы было действительно нерекомендовано употреблять вот эти понятия. А понятия базовая культура, государство образующая этнос, они даже сейчас, они так вот под некоторым сомнением можно употреблять, нельзя употреблять политкорректно, это не политкорректно. Но вывод каков, что именно если как Западная Европа, так и мы не поймем, какой-то инстинкт самосохранения у государства не проснется, то, собственно говоря, путь к разрушению государства, вот он, собственно говоря... Мы по нему идем широким шагом. Мы по нему идем, да. Не нужно меня понимать так, что я выступаю против того, чтобы этнические меньшинства культивировали свою культуру, свой язык. Где бы то ни было. Где бы то ни было, ни в коей мере. Если мы берем как Советский Союз, так и Россию, скрепляющему государство, может быть только, мое глубочайшее убеждение, двухуровневая идентичность. Что это такое? Каждый представитель своей национальности, скажем, татарин, аварец, чеченец, русский, он должен себя ощущать и как представитель своей этнической общности, это один уровень, и второй, более высокий уровень, как представитель государства. Вот такая двухуровневая идентичность, осознание человеком принадлежности к своему этносу и к государству, к нашей России, вот эти моменты, они являются скрепляющими государство. Вам ничто не мешает, например, вы, Орлова Ирина Борисовна, я, Глушенька Екатерина Федоровна, при этом нам ничто не мешает считать себя гражданами России, там, москвичами или петербуржцами, или еще что-то, ничего не мешает. Это одно другому не противоречит, а наоборот, только позволяет нам как-то себя чувствовать более, как основа, фундамент у нас больший, потому что у нас есть наша семья, наши корни, у нас есть наш город, у нас есть наша страна, у нас есть, в конце концов, наша земля, за которую мы тоже ответственны. Так что это ваша теория, что вот эти двухуровни, это великолепная теория. Ну, это не моя теория, это, собственно говоря, то, что я изложила, да. То есть, вот, москвич-ленинградец — это территориальная идентичность, россиянин — это государственная идентичность, принадлежность к государству российскому, и еще уровень — этническая идентичность, то есть каждый должен ощущать именно, что он представитель какого-то народа чеченец, аварец, татарин, знать свою культуру, знать свой язык, но если он будет замыкаться только в своей локальной общности, знать только свой язык и в рамках государства не знать языка русского, то, собственно говоря, Россия не сможет быть единым государством. И нужно вернуть понятие «базовая культура», что в России все-таки наряду с существованием локальных культур всегда базовой культурой была русская культура, та, она подпитывалась за счет всех народов, она формировалась за счет, каким это словом сказать, за счет дополнения себя, вливания в себя культур многих народов. — И они подпитывались за счет русской культуры? На основе иногда и созданы у них какие-то, например, национальные театры. — Конечно, конечно. Через русский язык мы узнавали писателей республик Чингиза Айтматова, мы его читали по-русски, а не по-киргизски. — Расул Гамзатов говорил, что без русского языка он бы был поэтом отдельного горного селения. — Совершенно верно. То есть их мог узнать весь мир, и они могли узнать мировую культуру при посредстве русского языка. Так вот, собственно, вот эти моменты, вот эти элементы, они скрепляют государство, скрепляют страну, и они расширяют возможности каждого представителя этнических групп, этнических общностей. И если мы этого лишим, а тенденция такая прослеживается, что знание русского языка в России значительно ухудшается. Мы можем судить это по экзамену по русскому языку, мы можем говорить по ЕГЭ, например. Мы можем говорить о том, что даже в Москве сформировались этнические анклавы, где живут компактно выходцы из бывших советских республик, и там в школах до 30% детей в принципе не говорят по-русски. Это тоже колоссальная проблема, колоссальная. Во-первых, эти дети не могут адаптироваться и получить должное образование. И это проблема для страны. То есть именно должна быть очень взвешенная, очень разумная миграционная политика, которая бы квотировала миграцию, которая бы не допускала формирования монокультурных, моноэтнических анклавов в рамках страны, в рамках каждого города. Причем это квотирование нужно для того, чтобы успеть, как сказать, переварить, и чтобы они смогли адаптироваться. Потому что когда в большом количестве прибывают люди, им труднее вписаться, и принимающей стороне их труднее каким-то образом адаптировать по разным причинам, как такого духовного характера, так и чисто материального характера. Совершенно верно. И еще надо вернуться к осознанию социокультурных особенностей России, что это не просто случайное нагромождение территорий, случайное нагромождение каких-то народов, которые переваливают через эту территорию, как кочевники. То есть это организм, как философ Лин говорил, единый организм природы и духа, который сформировался за тысячелетнюю историю. И нельзя этот организм разрушать и относиться к нему как случайный какой-то мозаичный набор земель, набор каких-то народов, которые на эту территорию поселились. Александр Проханов говорит, что империей и каждый народ держит над собой свод неба общего. Прекрасно говорит. И он ответственен за это. И если каким-то образом он будет ослаблен, будет ослаблен небосвод над всей страной. И поэтому надо укреплять каждый народ. И каждый народ, это не какой-то малый или еще, они все равны. Но они могут иметь полноценное будущее только в общем. В общем, в этой империи или державы, как говорят. То есть идея, которая не прижилась в Европе, это признала Ангела Меркель и признала Кэмерон. Нам надо, как вы сказали, что у нас в социологии трудно поставить эксперимент, но надо учиться, как говорят, на чужих ошибках или может быть просчетах чужих. Реальный эксперимент в Европе поставлен. И мы можем на их ошибках, на их опыте извлечь для себя очень важные выводы. А вы их какие-то рекомендации изучаете, вы какие-то рекомендации даете? То есть есть пути, когда можно не перейти к этому тупику, в который пришла Европа под самыми грандиозно-человеческими лозунгами? Вот в этом плане очень перспективная концепция социокультурной безопасности России. И мы сейчас разрабатываем конкретные показатели и критерии. Вот то, о чем я говорила, до каких пределов можно внедряться в сферу культуры, языка, традиций, обычай, до тех пределов, после которых уже следует разрушение, деструкция вот этих базовых структур, которые скрепляют государство. Собственно, вот этой работой сейчас мы для Совета безопасности это делаем. Это вы сами им советуете или они у вас запросили все-таки вот эти исследования, потому что поняли, что проблема существует, ее надо решать, и надо быть готовой? Интересный вопрос. Там они занимаются проблемой безопасности страны, и если прежде безопасность понималась только как военная безопасность, то мы дополнили это представлениями о социокультурной безопасности. Тем более информационная война идет. Да, что эти понятия, именно социокультурная безопасность, это не менее, а может быть где-то и более важное именно в защите государства. То есть оно может разлететься изнутри, если вот эта бомба мультикультурализма будет заложена, и она будет подпитываться, и в какой-то момент она будет введена в действие. То есть обнадеживая, если у вас эти работы, которые вы проводите, рекомендации, если власть их слышит, то будем надеяться, что этой проблемой нам удастся избежать. Хотелось бы надеяться. Всего доброго. У нас в гостях была Ирина Борисовна Орлова, доктор философских наук, профессор. Спасибо.